В эфире новости Дагестан, в студии Зухра Алиева. Здравствуйте, я и мои коллеги расскажем о главных событиях этого дня. Ломать не строить, но строить надо по закону. В Махачкале сносятся незаконные строения и не всем это нравится. Дагестанцы теперь и в киберспорте. Наш земляк Магомед Халилов выиграл в финале соревнований по компьютерной игре ДОТА-2. Бег ради жизни. Около 1500 человек вышли на старт первого в Дагестане благотворительного забега. В Махачкале активно сносятся многоэтажные дома. Те, что суды признали незаконными. Только за последнюю неделю демонтировано шесть таких объектов. Застройщики же обеспокоены ситуацией. Некоторые из них сегодня собрались на центральной площади столицы республики. На месте побывала и моя коллега Патимат Ханапова. Ей слово. Строили, строили, да не все достроили. Со временем к тому, что возвели, тоже возникли вопросы. После того, как мэрия Махачкалы начала активно сносить незаконные объекты, у ряда застройщиков появились проблемы. Сегодня одна из таких групп вышла на центральную площадь города. У собравшихся вопросы к республиканским властям. Почему сейчас, а не тогда? За что страдает простой пайщик? И вообще, если виноват один, почему должны отвечать все? Это же долевое строительство. Там по 15-20 квартир страдают все. На каком основании остальные страдают? Они же добропорядочные граждане, которые оплатили это строительство, которые внесли деньги. Почему из-за одного человека они посчитали, что можно сделать вред стольким людям? Кто-то же должен это компенсировать. Часть застройщиков признаются, правда, не на камеру, что не все так ладно в их хозяйстве строительном. У кого-то не в порядке документации, не все стройки отвечают и нормам градостроительства. Многие из них стали жертвами обстоятельств. Вопросы решались одними, но тут пришли другие, которые начали по закону. Но мэрия Махачкалы и дальше намерена сносить в законном порядке незаконные объекты. Данную работу мы проводим в отношении тех объектов, которые непригодны к проживанию. И на которые, как я ранее отметил, имеется решение суда о сносе. В рамках судебных слушаний по многим из них проведена экспертиза, и они непригодны к проживанию. Конечно, человеческий фактор мы не исключаем, что люди страдают и теряют какие-то убытки застройщики, теряют денежные средства. Также уверяем жителей города, что выполняя эту работу, мы не получаем никакого удовольствия. Это вынужденная мера, чтобы уменьшить количество обманутых дольщиков и уменьшение числа незаконных квартирных домов. Желание властей навести порядок в градостроительной отрасли вполне понятно. Но тут возникает вполне справедливый вопрос. А как быть рядовым пайщиком, многие из которых вложили последние сбережения в каркасы? Кто им будет возмещать ущерб? По федеральному закону это должен сделать застройщик. Но как он сможет вернуть миллионы, залитые в бетон? Вопрос риторический. По теме от Ханапова, Нурмагавид Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Два человека погибли в результате ДТП в Дербинском районе. Авария произошла накануне вблизи села Джимикент на федеральной автодороге Кавказ. Автомобиль ВАЗ 6-й модели под управлением 55-летнего местного жителя не уступил дорогу и столкнулся с двумя машинами. В результате происшествия от полученных травм водитель шестерки и его пассажир скончались на месте. В селе Чех крупный пожар. К ликвидации ЧП привлечены силы и средства республиканского МЧС. В тушении огня была задействована даже малая авиация. Все это сценарий масштабных пожарно-тактических учений, которые накануне прошли в Гунипском районе. В отработке действий в чрезвычайных ситуациях принимал участие и отряд местной спасательной службы. Цель подобных учений еще раз проверить степень взаимодействия всех подразделений при возникновении различных ЧС. Вторым этапом будет проходить практическая часть, где мы отработаем беспарашютно десантированные спасатели с вертолета, тушение пожара с помощью вертолета и тушение пожара надземной группировкой. Также в рамках учения развернут палаточный лагерь, обеспечивающий проживание 40 сотрудников. Мы как сотрудники МЧС, вы как народные избранники, которым население доверило в первую очередь безопасность, в первую очередь должны быть заинтересованы в проведении данных мероприятий. Дербент получит более 180 миллиардов рублей. Правительство России утвердило план по развитию города до 2025 года. Как сообщается на сайте российского Кабмина, в древнем городе запланирована реконструкция 12 улиц и железнодорожного вокзала, строительство школы и водоочистных сооружений, капитальный ремонт центральной больницы, а также закупка медоборудования и карет скорой помощи. Из федерального бюджета на реализацию плана будут направлены свыше 46 миллиардов рублей. Свыше 7,5 миллиардов вложит регион и еще 129 миллиардов будет привлечено за счет внебюджетных инвестиций. Дагестанцы теперь и в киберспорте. Магомед Халилов выиграл в финале соревнования по компьютерной игре Дота 2 в составе российской команды Team Spirit. Чемпионат прошел накануне в Румынии. За первое место молодые люди получили более 18 миллионов долларов. Отметим, что это первая за 10 лет победа российской киберспортивной команды в крупнейшем мировом турнире. Дворовые мавлиды каждый вечер проходят в Махачкале. Праздничные торжества посвящены месяцу рождения пророка Мухаммада. На одном из таких мероприятий побывал и наш корреспондент Хамзанур Магомедов. Ему слово. Это уже восьмой двор Махачкале, в котором проходит мавлид. Жители близлежащих домов пришли сюда, чтобы послушать чтение Кур'ана, нашиды и проповеди богословов. Подобные торжества пройдут во дворах до конца месяца Рабиуляуаль. На этот раз праздничный вечер состоялся на проспекте Акушинского, 19. Услышав чтение Корана и благословение на пророка Мухаммада, мир ему и благословение, здесь собрались десятки людей. Взрослые слушали проповеди ученых и стихи о пророке, а дети участвовали в конкурсе с подарками. Дворовые мавлиды проводят в Махачкале вот уже более 10 лет. Муфтиат Республики организует мероприятия по заявкам жильцов разных районов города. Цель – духовно-нравственное просвещение. Рассказываем о его жизни, деятельности через проповеди, лекторов, через нашиды, через конкурсы. Стараемся, чтобы хотя бы этот месяц побольше, чтобы люди узнали о жизнедеятельности, битве, нраве любимца Всевышнего пророка Мухаммада. Месяц Раби Уль-Аваль почитает особенно. В нем родился любимец Всевышнего и спаситель миллионов людей. Поэтому подобные вечера стали доброй традицией у мусульман. Делегация верующих из Дербенского района и города Дагестанские огни посетили кладбище Кырхляр, где похоронены сподвижники пророка Мухаммада. В Зиярате приняли участие сотни человек. Среди них общественные и религиозные деятели. Богословы вспомнили об истории и благородном пути праведных предков. Цель мероприятия – духовно-нравственное и патриотическое воспитание населения. Маршрут начался от крепости Нарын-Кала и завершился посещением знакового захоронения. Отрадно видеть такое количество людей. И также хочу поздравить всех присутствующих с этим месяцем Раби Уль-Аваль, месяцем, который родился, самый лучший из всех людей. Вот эти асхабы, которые сюда пришли, разве они не будут наилюбимыми людьми для Всевышнего Аллаха? Конечно же, будет. Почему? Потому что, которые они дали пользу, такого никто нам не дал. Около 1500 человек вышли на старт первого в Дагестане благотворительного забега. Маршрут пролегал по центральным улицам Махачкалы. Участие в забеге приняли махачкалинцы в возрасте от 6 до 55 лет. Вместе они собрали более 700 тысяч рублей для тяжело больных детей, подопечных фонда «Инсан». Подробности в следующем сюжете. Главное, не с очком, ребята там сзади смотрят, ребята многие. Позитивный настрой, разминка и полная готовность. На стадионе имени Елены Симбаевой спортивный праздник. Перед началом старта участников напутствовали минитые спортсмены, представители Муфтията и Минспорта Республики. Если мы пробежали несколько километров, чем-то кому-то сможем помочь, и это должно приветствоваться. И мы это видим сегодня, что наш народ, начиная с малых детей, родителей, за своим детям сюда пришли, чтобы показать, да, в первую очередь, пропаганда здорового образа жизни. Благотворительный забег в Дагестане проводят впервые. Подобные проекты уже практикуются в других регионах и странах. Акцию фонда «Инсам» поддержали в региональном Минспорта и в городской администрации. Эту идею подплатили много спортсменов, именитых людей, блогеры и так далее. Как бы много об этом говорили, так как он является первым в республике. Поэтому мы ожидали такое количество людей. Хочу сказать больше, что участие принимает не только республика Дагестан. К нам пришли заявки от Краснодара, с Москвы и так далее. Люди, находясь далеко за пределами нашей республики, они увидят то, что забег благотворительный, перечислили средства. И именно тот промежуток, расстояние, к которому мы сегодня будем бежать, они этот же промежуток будут бежать со своими коллективами у себя на родине. Маршрут забега пролегал по центральным улицам Махачкалы. Ирчи Казака и Дахадаева с финишем на центральной площади. Дистанцию без проблем и с хорошим настроением смогли преодолеть все. Дети всегда в форме, делится Малик Гаджиев. Но в этот раз директор школы-интерната для сирот решил подать воспитанникам пример. Я даже думаю, сейчас провести среди интерната такой забег, не знаю, как получится, потому что именно вот этот массовый вид спорта нам нужен. То есть идея вам подходит? Конечно, это массовый вид спорта, потому что объединяет. Забег объединил людей разных профессий и возрастов. Самому младшему участнику было 6 лет, а старшему 55. Да, я всегда занимаюсь спортом, мне 55 лет. Я раньше в домском марафоне тоже участвовал, когда студентом был бегом. Люблю бегать. Я вот это тренирую ребят, футболистов тренирую. И вот это в школе физруком работаю. Я сейчас своих детей тоже даже учу на длинной дистанции. Многие не умеют бегать, не умеют правильно дышать. Я их даже учу, как надо бегать, как это все делать, я учу их. Кульминацией мероприятия стало закрытие сразу нескольких сборов. Так забег собрал более 700 тысяч рублей. Все эти средства в режиме онлайн были отправлены на помощь тяжелобольным детям, подопечным фонда «Инсан». Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, Магомед Расул Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Четверо дагестанских боксеров вошли в состав сборной России для участия в чемпионате мира. Турнир стартует 24 октября в Белграде. В эти дни боксеры проводят финальный этап подготовки на сборе в Сочи. В состав национальной команды огласил тренерский штаб во главе с Виктором Пахрудиновым. Капитаном избран двукратный чемпион страны Джамбулат Бижамов. Кроме него в сербской столице выступят Курбан Байрамбеков, Вадим Мусаев и Шарапудин Атаев. Все четверо в начале сентября выиграли чемпионат России в Кемерово. Спасибо тренерскому штабу за оказанное доверие. Думаю, всех его назвали, каждый заслужил право участвовать в нашем чемпионате мира. И постараемся оправдать надежды. Смотрите нас также на сайте nnttv.ru. А у меня на этом все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин